В Кыргызстане завершились выборы в местные Кенеши. Голосование прошло на 199 избирательных участках в шести городах Ош, Каракол, Балыкчи, Токмок, Кемин, Майлусу и в более двух десятках Аильных Аймаков. Всего в выборах участвовали 24 политические партии. Явка избирателей составила 56 процентов. По информации ЦИКа в городах Ош и Каракол за места в Кенеше боролись 13 партий. Чуть больше 14 участвовали в выборах Балыкчи, а в Токмоке и Кемине 11 и 10 соответственно. Меньше всего партий боролись за места в городском Кенеше в Майлесу. Рассказывает Эльнура Молдокадырова. Итак, в шести городах Кыргызстана завершились выборы в местные Кенеши. Голосование прошло в Аше, Майлесу, Токмоке, Караколе, Балыкчи и Кемине. Накануне глава ЦИКа Турнал Абдраимов объявил предварительные итоги голосования. Итак, по данным ЦИКа, в Каракольске Гуркинеш проходят пять партий, которые преодолели 7-процентный порог. Политическая партия Табылга набрала 28 процентов. Второй идет партия СДПК – 14. Кыргызстан – 11. Республика Атаджур – 9. И Энегу Прогресс. В Гуркинеш города Балхчи также проходят пять партий. На первом месте – Замандаш, на втором – Кыргызстан, на третьем – Республика Атаджур, на четвертом – СДПК и на пятом – Энегу Прогресс. В Токмокске Гуркинеш проходят четыре партии – СДПК, Кыргызстан, партия справедливости и развития, а также Республика Атаджур. В Гуркинеш Кимина проходят пять партий. На первом месте – СДПК, на втором – Республика Атаджур, на третьем – Замандаш, на четвертом – Энегу Прогресс и на пятом – Улу Кыргызстан. В Гуркинеш Аша прошли шесть партий. На первом месте – с большим отрывом – СДПК, на втором – Кыргызстан, на третьем – Мекеним Кыргызстан, на четвертом – Республика Атаджур, на пятом – Бирбол и на шестом – Энегу Прогресс. А вот в Майлысу проголосовали 5120 человек. Так, на первом месте – Республика Атаджур, на втором – Энегег, на третьем – СДПК, на четвертом – Атамикен и на пятом – Энегу Прогресс. В Городских Кенешах, согласно новому законодательству, должно присутствовать не менее трех партий. А потому первая тройка – тех, кто набрал наибольшее количество голосов, получит мандаты, даже если не преодолен пороговый барьер в 7%. А пока начали составлять предварительные списки депутатов Городских Кенешей. В законодательстве о уместных выборах есть норма, которая дает право политическим партиям до вручения мандатов со стороны Центральной избирательной комиссии поменять местами некоторых кандидатов по согласованию политической партии и по согласию этих двух кандидатов. Есть такая норма, но насколько этим нормой будут пользоваться политические партии, это время покажет. Согласно выборному законодательству, депутаты местных Кенешей выдвигают кандидатов на посты мэров и избирают градоначальников. В Центре избирательной комиссии пока не получили письменные протоколы. По закону в течение 20 дней ЦИК имеет право подвести окончательные итоги голосования. Но здесь планируют завершить подсчет голосов в течение 10 дней. Эльнура Молдокадырова и Сентура Быкеев, Общественный Первый канал.